Всем привет, с вами вновь Якимов Игорь. Сегодня разберем самый частый вопрос клиентов, какой терморегулятор выбрать, простой или программируемый. Тут у меня представители этих двух классов. Терморегулятор RTC70 и NRG TK08. Они находятся тут для примера. А будем сравнивать именно два класса терморегуляторов. Программируемые и простые. Почему вообще возникает такой вопрос? Потому, что нагрев теплого пола инерционен. После того, как был включен теплый пол, эффект нагрева теплого мата начинается чувствовать через полчаса, а инфракрасного пола через несколько минут. Мы в первую очередь будем учитывать инерционность нагрева теплого пола. Видео по выбору самого теплого пола будут позже. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. И как всегда, буду благодарен вашим лайкам и репостам. Рассмотрим простой терморегулятор. Он недорого стоит. Цена большинства моделей не превышает 1000 рублей. Прост и понятен в эксплуатации. Ты просто выставляешь температуру на терморегуляторе, а он поддерживает ее, пока терморегулятор не выключишь. Главная проблема в том, что его нужно включать заранее. За полчаса или час до того, как нагретый пол вам нужен. А это неудобно. Бывают случаи, когда электричество используется именно для отопления помещения. И тогда терморегулятор включен постоянно. Тогда проблем с инерционностью нет. Но тут другая проблема. Отопление электричеством дорогое удовольствие. Теперь разберем программируемый терморегулятор. Ценник на него гораздо выше. Самые дешевые начинаются от 2000 рублей. Главное преимущество. Они могут заранее, по назначенной им программе, включать теплый пол. При этом сутки делятся на временные зоны. И на каждую зону можно выставить свою температуру. У каких-то терморегуляторов 4 временные зоны, у каких-то 6. При программировании используется недельный цикл. То есть у вас каждая следующая неделя должна быть похожа на предыдущую. Тогда один раз запрограммировал и регулятор поддерживает нужную температуру по заданной программе. Эти терморегуляторы могут программироваться по-разному. Какие-то программируются на каждый день недели отдельно. Какие-то программируются отдельно на будние дни, отдельно на выходные. Например, 6 рабочих дней и 1 выходной. Или 5 рабочих и 2 выходных. Разделение на выходные и рабочие дни упрощает и ускоряет программирование. В данном терморегуляторе есть разделение на 5 рабочих дней и 2 выходных. Программирование я рассматривал в отдельном ролике, ссылку найдете в описании. С помощью программируемого терморегулятора можно существенно сэкономить электричество. Так как он включает теплый пол тогда, когда он действительно нужен. Но при этом, нужно четкое расписание в течение недели, которое должно известно заранее. Если расписание из недели в неделю повторяется, то можно один раз запрограммировать его на долгое время. Но если расписание меняется, то каждую неделю его нужно перепрограммировать на неделю вперед. При желании большинство программируемых терморегуляторов можно переключить в ручной режим и они станут работать как простой терморегулятор. А вот с простым терморегулятором не нужно знать заранее свое расписание. Просто заранее включил перед тем, как нагрев теплого пола нужен и выключил, когда он не нужен. Все просто. Его чаще всего используют для обогрева, когда необходимо круглые сутки одна и та же температура и его можно не выключать. Но напоминаю, что обогрев электричеством очень дорогое удовольствие. А теперь развенчаем один миф, который часто вкладывают нам в уши продавцы теплых полов и терморегуляторов. Звучит он так. Если у вас небольшой теплый пол до одного квадратного метра, то можно поставить простой терморегулятор на постоянный нагрев и он много электроэнергии у вас не употребит. Но если у вас большой пол, то покупайте программируемый терморегулятор. Что мне не нравится в этом предложении. Утверждение того, что маленький пол мало потребляет. Давайте посчитаем. Возьмем для примера теплый мат 1 квадратный метр, который часто укладывает в ванную комнату. И будем его эксплуатировать круглые сутки не выключая. Ставим простой регулятор температуры. Преимущество. Не нужно думать о программе. Он всегда включен. И это уберет вашей ванной сырость. Такой мат потребляет мощность при нагреве 150 ватт. Вначале посчитаем его потребление электроэнергии за месяц, если будет он работать не выключаясь. За сутки он потребит 150 ватт умножить на 24 часа и получится 3,6 киловатт часа. За месяц он потребит около 100 киловатт час. Пусть у нас половину времени пол включен и половину выключен. Тогда получится 100 пополам или у нас получится 50 киловатт часа. Много это или мало? Если при 150 киловатт час включается повышающий коэффициент на оплату электричества, то я считаю, что это много. В реальности пропорция времени, когда теплый пол включен и выключен, зависит от теплопотерь вашей ванной комнаты. Для каждой ванной комнаты это будет свое значение. Еще хочу заметить, если вам включенный теплый пол необходим почти круглые сутки, но иногда на несколько часов уходите из дома до 6 часов, то особого смысла выключать на это время теплый пол нет. Или для этого использовать программируемый терморегулятор. Что при этом происходит? В обычном режиме теплый пол нагрет и терморегулятор поддерживает температуру, включая и выключая его. Когда вы уходите и выключаете теплый пол, он остывает. Но когда вы приходите и выключаете, то терморегулятор включает пол на постоянный нагрев, пока не доведет до нужной температуры. И на время этого нагрева вы будете испытывать дискомфорт из-за холодного пола. А нагревательный элемент заберет почти ту же электроэнергию, что вы сэкономили при включенном теплом полу. Экономия чувствуется, если пол выключается именно на долгое время. Более подробно этот эффект можно объяснить через теплопотери здания. Если интересно, пишите в комментариях, и я сделаю отдельный ролик. Я в этом ролике дал критерии, по которым вы можете подобрать, какой терморегулятор вам нужен. Выбор будет все равно за вами. Вы можете в комментариях описать вашу ситуацию, и я постараюсь помочь сделать вам выбор. Поделитесь этим видео с теми, кому это может быть интересно. Обязательно подпишитесь и жмите колокольчик. А я по-прежнему буду записывать для вас познавательные ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео. Субтитры сделал DimaTorzok